Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 26 февраля. И вот сегодня нашла очень интересный комментарий, вопрос зрительницы Елены Сенцовой, на который я хочу ответить подробно, чтобы как-то поддержать, подбодрить новичков или тех, кто, как сказать, может неправильно подумать, что без каких-то вот сейчас современных средств ничего вырастить нельзя. Сейчас я прочитаю, вот Елена написала, здравствуйте, что делать тем, у кого не продают в городах привикур? Я имею в виду ваши советы по уходу за рассадой. Я ей коротко так ответила, что мы раньше обходились с простой марганцовкой, и сейчас все это можно выписать через интернет, но я хочу дать более такой объемный ответ, потому что, вот она пишет, я имею в виду ваши советы по уходу за рассадой. Но и советы по уходу за рассадой меняются, жизнь меняется, и я специально для вас подняла мои старые записи 4-х летней давности, где о привикуре я сама еще ничего не знала, но я также выращивала все, и, как вы, наверное, слышали, я выращивала рассаду в течение 10 лет на продажу. Ни о каком привикуре я еще знать не знала, видеть его не видывала. Я сама его нашла только вот, как оказалось, пользуюсь им последние 3 года, когда я говорила, ну, всего несколько лет он для меня новинка. Да, для меня он стал палочкой-выручалочкой, да, потому что при больших объемах он сильно выручает, что нет вот этого падежа от черной ножки. И вот эти советы по уходу за рассадой, как Лена пишет, сейчас у меня такие, а 3 года назад у меня были совсем другие. И смешно, я вам сейчас вот покажу тетрадь 4-х летней давности, где у меня кроме марганцовочки-то ничего я не применяла. Я эпитунию выращивала с марганцовкой, и все вот эти рассаду и на продажу, рассаду и свою, просто применяла при поливе марганцовку, протравливала перед посевом марганцовкой. И хотя там на одном из каналов пишут, что она не действует и не работает, спросите у деревенских огородниц, кто сильно не избалован вот этими всякими суперсредствами в садовых магазинах. До сих пор некоторые женщины выращивают все только с помощью одной марганцовки, протравливают семена и протравливают грунт. У большинства у них нет никаких болезней, ни черные ножки, ничего. Но сейчас мы начнем изучать мои тетради, и вы увидите всю эволюцию моих вот этих вот советов по уходу за рассадой, но не только советов, а моих действий. Вот сейчас я делаю так, а 3-4 года назад было очень примитивненько, вот как я еще говорю, на одной марганцовочке, но и все так же вырастало, по несколько тысяч корней рассады я выращивала, она была прекрасного качества. Так что не думайте, что привикур это какая-то панацея, это вот что я, все советы мои основаны на привикуре. Просто я его открыла для себя, мне с ним легче. Мне с ним легче, мне с ним проще. Я еще раз повторю, что чем обрабатывать грунт отдельно, семена отдельно, я просто при посеве один раз, однократно поливаю дорожки и все. Для меня это большое облегчение, потому что я выращиваю большие объемы. Но так было не всегда. Сейчас мы заглянем в историю несколько лет назад. Обычно я свои рабочие тетради долго не храню, три года и все, больше мне не нужно. Но нынче перебирая вот посевы 19-го года, посевы 18-го года, это уже у меня планы посадок 20-го года, это тысяча мелочей, куда я все записываю, что хочу запомнить копилка советов. Это когда зрители дают какой-то интересный, ценный совет, хоть это рецепт, хоть это по ухаживанию рассада. Я все записываю, у меня вот эта копилка советов пухнет, пухнет. Это тоже мой опыт и чужой. И я нашла тетрадку за 16-й год. Это очень странно, я не успела ее просто уничтожить. И мне самой стало интересно, я стала ее читать. Вот это как раз та эра марганцовки, о которой я хотела вам сказать. И смотрите, если, например, для сравнения... Так, я сейчас все лишнее уберу. Если для сравнения, в 19-м году я писала, вот в прошлом году, например, вот написано, сухие семена, необработанный грунт, поливала дорожки превикуром. То же самое сейчас написано в 18-м году. Сейчас, подождите, найду. Вот, 18-й год тоже фигурирует еще превикур. Вот написано, сеяла сухими семенами, без обработки. Грунт обработан превикуром, сеяла в мокрые бороздки. Это вот у меня эра превикура. 17-й год я не знаю, где не стала искать, но это не важно. Но в 16-м году ни в одной моей записи превикур не фигурирует. Это еще у меня эра марганцовки. Сейчас я вам покажу. Ой! Даже петунию. Вот видите, 9 января петуния. Все три вида посадила в простую землю, покрытую тонким слоем песка. Все смочила эпином. И где же там? Так, так, так. Вот написано. Разложила семена, сверху спрызнула марганцовкой. И во всех записях у меня фигурирует только марганцовки. Но это реальная эра марганцовки. Никакого превикура я еще не знала. Это было в 16-м году. То есть, 4 года я использую превикур. До этого все прекрасно росло на марганцовке. Я вам сейчас ради интереса хочу показать, как меняется, как я говорю, и советы меняются, и огород наш меняется. В те годы я очень активно занималась выращиванием рассады. Но не только рассады томатов на продажу, и выращиванием цветов. И все вот эти, я сейчас быстренько пробегусь по списку, все вот эти цветы, и перцы, и баклажаны, дыни, арбузы, все-все-все я выращивала, только обрабатывая и грунт и семена одной марганцовкой. И сеяла в тот год, вот видите, аж 9 января, я сеяла петунию не просто на рассаду, а на продажу, чтобы в мае месяце она уже была цветущая, и чтобы люди покупали именно цветущую рассаду. Были посадки очень ранние, а вы знаете, январь и февраль очень сложно сохранить вот эту рассаду, растения, без различных обработок. Но вот получалось с одной марганцовкой. И в тот год я еще металась по датам, как я говорила, сейчас у меня есть уже золотые даты посева, когда я раньше, 28-29, не сею ни томаты, ни перцы. Но 4 года назад у меня еще были эксперименты с ранними посевами, сразу после новогодних, после Рождества я начинала сеять и баклажаны, и помидоры. Но сразу скажу, что этот эксперимент доказал, что такие ранние посадки не нужны даже для выращивания в теплице. И я все-таки потом сместилась с начала января, несколько лет поэкспериментировав, на конец января и на начало февраля, даже для теплицы. Вот видите, с 9 января у меня начинаются посевы 16-го года. 4 лотка, там потом гацания, виола оранжевая, петуния. И пошло ежедневно. Петуния, виола, вот с добавлением присыпана перлитом, смочила эпином, сбрызнала марганцовкой. Это я писала для себя, чтобы знать, где чем обрабатывала. Обрабатывала, ну все обработки простейшие, самые-самые простые. Вот, лоток перца, лоток баклажан, петуния лиловая гацания, светло-оранжевая с темным кругом, гацания белая с темным кругом, большая гацания смесь. Тут и с гидрогелем. У меня всякие были варианты. Тут же пометка, под зиму можно сеять молочаек аимленный. Базовые элементы восточных танцев. Да, в 16-м году у меня было увлечение восточными танцами. Прям вообще, сейчас увидите, я сеяла и танцевала. Ну не танцевала, а как включала видеоролики на компьютере. Сеяла, в перерывах учила вот эти движения. Так, 17-го января тоже сею вот баклажан, вера, перец, злата. Пишу плохие семена. Это те семена, которые уже полежали несколько лет, и у которых, возможно, низкая всхожесть. Их я сеяла всегда в первую очередь, чтобы потом попозже можно было, если они не взойдут, пересеять. Так как большие количества, мне было все равно, какие вперед, какие назад, но всегда самые плохие семена, самые залежалые я сею в первую очередь. Еще в январе. Перец сладкий 300 штук, злато 300 штук, перец золотое чудо 300, гладиатор 300. Вот 1200 перцев 23-го января за один день посеяно. Потом гацания. Опять 20-30 января. Перец сладкий 300, баклажан 300, викинг 300. Так, дальше танцуем. Восточный танец, упражнение бочка. Очень большой круг бедрами. Дальше сеем. Перец злато 300, золотое чудо 300. 2-го февраля еще перца 1200. Видите, какие были объемы. Перец красный 300, золотое чудо 300, патрица 300. Потом пошли баклажаны 3-го февраля. Баклажан 300, 300, 300, 300. 1200 баклажанов за один день посеяно. Потом. Ну и тут же восточный танец. Еще два, три упражнения. Бочка, тарелочка. Все это я переписывала. Так же тщательно, как посадки. Все движения делала. Это мне посоветовали, знаете, что танец восточный. У меня же спина. И вот при заболевании спины вместо массажа, вместо всяких этих упражнений можно делать восточный танец. Действительно, очень действенно, но очень тяжело. Человеку без физически... Ну, как с непривычки. Так, у меня даже и руки, и ноги болели. И вот с 5-го февраля я начинала все посевы. Гацания, Сальвия. Тут же баклажаны идут. Тут же опять 300-300-300. Виола Швейцарский гигант. Виола Рококо. Циненария. Тут же опять перец идет. Так. Это танцы. 11 февраля. Сальвия, Циняя. Циненария. Перцы. Раз, два, три. Четыре лотка перца. Сальвия, Гацания. Потом четыре лотка баклажана по 300 штук. Это еще 1200. Потом еще 600 баклажанов. Перец. Так, так, так. Белозерка, Золотой юбилей. Тют, молочный шоколад. Батайский. Лабелия каскадная. Так. Рудбекия. Перетром помпонный. Петуния темно-красная. Лабелия синяя. Петуния лиловая. Циненария. Два баклажана. Лотка. Перец острый. Еще один баклажан. Тут же танец. Я вот как сейчас представляю. Я представляю. Посеяла три лотка. И дальше начинаю упражнения. Круговые. Тарелочка. Бедра проходят четыре точки. В грудь. Хвост напрягаем. И вперед левая нога сгибается. В колени. Я сейчас даже не представляю. Хвост поднимаем. И стремимся вверх. Я даже сейчас не представляю. Сделаю я это или нет. Но это. Я даже костюм себе сшила в это время. Чтобы полностью погрузиться в восточный танец. Чтобы эффект достигался. Ну там написано, что нужно. Как и музыку восточную. И перед зеркалом костюм одевать. И вперед. Все я это делала. Дальше. 1 марта. Ромашка. Львина изев карликовой. Гвоздика китайская. Катарское мыло. Аквилегия. Написано. На холод. Ей нужна стратификация. Хризантема девича перетру. Потом гайлардия. Клеома эшольция. Тоже на улицу. Скобиоза. Флокскориопсис. Тоже на улицу его. Молочай окомленный. Молочай кипарисный. Бальзамин. Все это я выращивала. Был полный огород весной цветов. Некоторые зацветали. И потом понеслась вот это вот. Массовое выращивание томатов. 11 марта. 5 лотков демидова по 300 штук. Это полторы тысячи. Потом в следующий день 5 лотков Настеньки. По 300 штук. Это еще полторы тысячи. Потом следующий. Видите? Ни одного дня перерыва. Так что лунный календарь мне соблюдать было некогда. Потом уже расстойки 13-го. Потом пошли крупные бабушки. Набычье сердце. Для чего я все это вам показываю? Для того, что... Вот в эру марганцовки в мою... Видите? Всякие-всякие цветы. Гвоздика турецкая. Львиный зев высокий. Львиный зев карликовый. Амарант метельчатый. Лабелия синяя. Целлозия метельчатая. Алисиум белый. Портулак. Эшольца. Амарант хвостатый. У меня было очень много сортов томатов. Тут уже внучок мне порисовал. И все это... Абсолютно все. И томаты, и перцы, и баклажаны. Все у меня было высажено вот так. Смочила эпином дорожки. Разложила семена. Сверху сбрызнула марганцовкой. Все. Поэтому я и говорю, что привикур это не панацея. Если вы захотите вырастить здоровую, крепкую рассаду, вполне можно обойтись и старинными бабушкиными средствами. Хоть сейчас и пишут, что марганцовка бесполезна. Я вот вам воочию предоставила все списки, которые я сеяла. И привикура ни в одном из моих записей нет. Я о нем еще не знала. Все. Хочу еще показать вам про восточные танцы. Когда я изучала восточные танцы, я так этим увлеклась, что даже сшила себе костюмчик. Я вам говорила. Сидела, вышивала с такой же любовью, как я выращиваю растения. Все тут расшито различными палетками, бисеринками. Сама делала чертеж, схему. У многих... Ну как, костюмчик был именно мой. У многих шапочек нет, а у меня именно шапочка такая в восточном стиле была. Очень красивая. Я не стала все тащить. Там есть еще и лифт, и брюки, и юбочка. Там все вот в этой шапочке, в этом одевала. И между посевами наяривала. Воочию восточные танцы. Женское начало никуда не денешь, не задавишь. Хочется не только заниматься повседневными, рутинными делами, но хочется еще чего-то такого сказочного, очень красивого. Люблю шить, вышивать, творить. Вот. Теперь этот восточный костюм лежит. Передавать некому. Только сыновья и внуки мужского пола. Так что все это вместе со мной пропадет.